Всем добрый вечер! Меня зовут Алена, и я в очередной раз представлю свой личный проект. У меня не серьезный будет проект, я сразу говорю, и это немножко, я как не пыталась сделать так, чтобы это не выглядело, как будто я хвастаюсь, но все-таки, видимо, я буду немножко хвастаться. В общем, этим летом у нас с семьей случилось большое путешествие по Европе на машине, у нас было запланировано очень много городов, было две стартовых точки, и самый частый вопрос, который я слышала от друзей, от знакомых, это куда вы, собственно говоря, едете? Ну и вот у нас было две стартовых точки, мои родители выезжали из Архангельска на машине, я вылетала из Петербурга на самолете, потому что у меня нет, к сожалению, 44 дней отпуска, а у родителей есть, и встречались мы в городе Гамбург, а дальше, собственно говоря, начиналось приключение, потому что у нас было запланировано у меня 4 страны, 11 городов и регионов, среди которых появлялись такие, названия которых у многих моих знакомых, друзей вызывали один вопрос, это что город, по-моему, это что-то другое, ну и первый, это был регион Шампань во Франции, где, собственно говоря, ну города не совсем носят названия, конечно, да, хотя есть такие, мы там не были, но вот в городе Эпре, где расположен очень много домов шампанских вин, вот все улицы называются примерно улицы, улицы, площади, они носят соответствующие названия, да, вот, ну город красивый, тем не менее, да, это город, там очень много красивых замков, шато, ну где расположены все-таки дома шампанских вин. Следующий город, это город вызвал большее количество вопросов, это город Коньяк, ну да, действительно, мне пришлось всем говорить, что это город, хотя сама я узнала, ну не так давно на самом деле, но до поездки. Про него, да, немножко отдельно расскажу. Город Бордо, который тоже вызывал вопросы, тоже было интересно, да, но тут такой вот немножко фотошопленная картинка, но тем не менее, да, он выглядит очень красиво. И город Порто в Португалии, который, ну, было меньше вопросов, но ассоциировался всех с одним, но тем не менее, это город, он очень красивый, но оказался не совсем гостеприимным, да, то есть это было действительно так. Да, у нас там много историй было, но нет, есть хорошие люди везде, но такие надписи мы встречали там очень часто, и надписи, и слова. Ну, и еще немножко про прекрасный город Коньяк. Да, этот город вызывал большее количество вопросов, и никто не верил, что это город, но тем не менее, там кроме Коньяка, там есть музеи, музеи Коньяка в том числе, музеи Коньяка есть, вот, есть прекрасные красивые замки, и несмотря на то, что в городе живет всего 10 тысяч человек, там 600 коньячных домов, и очень поразила история нашего гида, который нас водил по одному из коньячных домов, он молодой человек из Ставрополя, и сказал, что буквально год назад я думал, что коньяк – это напиток, который производят в Армении, и, собственно говоря, никак не думал, что это город, то есть это действительно, ну, для некоторых людей это открытие. Ну, и, собственно говоря, когда мы уже планировали маршрут, когда мы вернулись из маршрута и стали изучать карту, мы решили, что можно открыть новый вид туризма, просто исходя из названий и городов, такой тематический туризм или что еще. Вот здесь на карте, у меня на первой карте были обозначены города с открытыми такими, вот, с открытыми кладами, это вот как раз города, где мы побывали, типа Коньяка, Порто, но, как показала карта, показала маленькое исследование таких прекрасных городов с названиями, типа Брага, Мартини, Мартини, причем встречается очень часто город, он не только оказался в Италии, регион Акеанти, и, в общем, это можно собрать такую своеобразную карту, и друзья мне, когда уже увидели мой доклад, сказали, ну, слушай, ты забыла про прекрасную, как это, а на закуску, как же, города Бри, и, в общем, с названием, города с названиями блюд, они тоже встречаются, в общем, такой у меня несерьезный был доклад о маленьком путешествии, большое спасибо. А вы с другими городами ездили? Нет, нет, ездили, у нас было 11 городов, но просто эти 4, они выделялись, ну, они вызывали больше всего эмоций, городов было много. И кем родить? А что? Аргиса нет, есть карта, которая сделана, этот проект был сделан в шаблоне StoryMap сегодня на секции, посвященной картографии, к сожалению, ну, не к сожалению, просто для себя было открытием, что очень немногие используют для своих проектов или для проектов организации, используют шаблоны StoryMap. Это прекрасная возможность сделать совершенно любой проект, это может быть серьезный, несерьезный проект, как показывал только что коллега Константин, это может быть проект, посвященный своим личным каким-то планированиям и так далее. Это все сделано при помощи, на базе Argus Online и, соответственно, используя шаблон StoryMap, шаблон Каскад.